Добрый вечер. Нужен микрофон для записи, да? Спасибо большое, что пришли. И я хочу поблагодарить хозяев, этот дом и Белый город за приглашение. И вообще порадоваться тому, что в Москве появился еще один дом, в котором поднимают гостей, в котором можно поговорить о Москве. И о других воздушных вещах. Особенно приятно, что это дом фельдмаршала Румянца в Задунайском. Приятно, что это мужская гимназия номер один. И многое-многое другое здесь вспоминается. Ну и кроме того, это часть императорского дворца, полечистинского дворца Екатерины II. Это тоже имеет значение. Всегда для края веда, во всяком случае, имеет значение. Правда же, где происходит встреча. Мне кажется, что у этого дома есть все возможности для развития культурных программ, которые здесь заявлены. Будет замечательно, если это получится. Я замечу также, что это часть вот такой замечательной акции, которая сейчас проходит в том числе на площадке, прежде всего, музея архитектуры. Акция, связанная с исследованием Волхонки и даже с такими проектными предложениями по ней. И Белый город, и музей архитектуры, и другие партнеры сыграли. И здесь ключевую роль Беруа Остоженко, Александр Ильич Скокон. Если вы еще не видели саму эту выставку, обязательно нужно ее посмотреть. Вот здесь такие фрагменты этих исследований представлены. И, по-моему, это тоже замечательно, что вот так инициативно от места, от самой Волхонки был представлен некий проект, было представлено видение этой территории. Я называю такую вещь территориальным согласием. Это название не прижилось пока. Но мне кажется, что оно неплохое. Мне кажется, что самые разные территории могли бы объединяться в таких инициативных группах, согласовывать свои интересы, согласовывать свое видение пространства. А уже из этого видения вырастало бы архитекторское видение. И планировка территории создавалась бы на основе территориального согласия. А уже любой частный проект, даже такой многогранный, как проект развития, например, Пушкинского музея на этой территории, или проект развития музея, архитектуры и другие проекты, помещались бы в проект территориального развития. То есть первым звеном здесь должно было бы быть само городское общество. И в сущности, на мой взгляд, то, что сейчас было сделано и то, что можно увидеть в муаре, это отчасти результат вот такого. Это действие территориального согласия. Это еще не само согласие, это вовсе не обязательно консенсус. Это все-таки некий взгляд, результирующий. Это результат какого-то исследования. Но, тем не менее, то, что это сделано инициативно от территории и от тех, кто на этой территории живет и работает, вот это, по-моему, замечательно. Моя тема введения в метафизику Москвы, она может быть совершенно безразмерной. Это то, чем я занимался и занимаюсь по преимуществу, если говорить о двух книгах, две Москвы для метафизика столицы и по облюбованию Москвы. Вот как тут себя сузить? Ну, опять же, территория, пространство подсказывает ход. Вот, чтобы говорить не обо всем на свете, а применить это представление о метафизике города к нашей сегодняшней территории. У меня пока не вытанковатый фломастер, я не уверен, что, например, очертания Москвы-реки не глинные, не из дальних рядов, но я буду стараться еще наносить, точнее, не менее. И на всякий случай, в качестве подспорья у нас есть этот планшет. Несколько общих соображений относительно метафизики города. Что я называю этим словом? Ну, то, что называют этим словом язык метафизика, это то, что после физики, кроме физики, за ней, над ней. То есть то, что кроме видимого и очевидного. Что это такое применительно к, собственно, городу? Это связь, какие-то тайные связи между вещами. Связь вещей, вот если совсем просто. Для кого-то это может быть суммой совпадений, но для кого-то это действие промысла. Если понимать странные сближения, какие бывают в мире, как сумма совпадений, то продолжать разговор не получается. А если понимать это в том числе действие промысла, то продолжить возможно. Безусловно, в городе существует такая высокая надчеловеческая режиссура, она действует через человек. И если этот аспект исключить, то все только игра случай, игра прихоти. Каждый будет поступить в этом городе как хочет, нарисовать что хочет, построить что хочет. В ином случае должен всматриваться, вслушиваться, пытаться быть проводником, пытаться быть агентом некоего замысла в городе, предсуществующего, может быть. Я сразу заговорил таким возвышенным языком, но по-другому не получается, потому что речь идет именно об этом. Если не говорить этих слов, то отказаться от инструментов, не говорить о методе, а о методе говорить нужно. Академическое знание останавливается на пороге этих вещей очень часто. Когда академическое знание входит в метафизику, оно надеется знать, с чем человек обращается к Богу, предположим. А когда же он видит границу этого исследования, академический ученый останавливается. Кто здесь может пойти дальше? Эссоист, если угодно. Ну вот, собственно, метафизический исследователь. У меня есть простой и любимый пример. Мы располагаем сведениями, текстами о сакральном значении царь Колокола. Это и слова Серафима Саровского, и сны Алексея Михайловича Ремизова. И мы не располагаем подобными текстами о царь Пушке. Но мы, безусловно, понимаем, что эти вещи соположны. Следовательно, академический исследователь может отнестись к текстам о царе Колоколе как о Колоколе последних времен, как о Колоколе восстания из мертвых. Ну, по крайней мере, как к существующим текстам культуры. И в этом качестве их исследовать. Метафизическое исследование может пойти несколько дальше, перенести это представление на царь Пушку и сказать, что, по-видимому, царь Пушка – это Пушка последнего времени. Вот простая иллюстрация того, где останавливает себя академический ученый и как идет дальше исследователь метафизики. Причем это не противоположно академическому знанию, это не противоположно строгому знанию. Это на его базе, на его основе. И, тем не менее, что-то еще прибавляется к этому знанию. Вот, если совсем коротко, то так. Инструменты метафизического исследования многообразны и многочисленны. Среди них есть, скажем, такой целый порядок, целый ряд городоведческих категорий, таких как название холмов и шире тропонимов – Рима, Иерусалима, Константинополя, например. То есть, один из аспектов исследования Москвы – это исследование Москвы как Рима, исследование Москвы как Иерусалима. Следовательно, имена Капитолий, Балатина, Вентин, или, предположим, Елеон, Мориа, Сион, или, не знаю, Золотой Рог, Влахерми – это названия, которые больше самих себя. Они оказываются городоведческими категориями, применяемыми к великим столицам, по всякому случаю, к тем, которые ощущают свою преемственность вот этих великих и священных городов. Вот взгляд на территорию, где мы с вами находимся, может быть, брошен оттуда, из Рима и даже из Иерусалима, в меньшей степени из Константинополя. Я начинал смотреть на эту местность как бы из Рима. И речь в этом случае идет об изучении Семихолмия, отношения холмов. Что такое Семихолмия? Это и в Риме понятие несколько отвлеченное, поскольку холмов в внешних городских стенах не семя, возможно, 12 семя было в первоначальных стенах. И это понятие несчетное, символическое. Холмы – это всегда отношения, холмы – это диалог. На холмах стоят знаки, подтверждающие значение того или другого из них. То же самое можно наблюдать, безусловно, и в Москве. Применяем, пролецируя одну топографию на другую. На мой взгляд, проекция Рима на Москву оказывается наиболее плодотворной и наиболее удивительной по количеству и качеству сближений, не говорю совпадения, сближений, начиная с Абриса-рек и продолжая топографии собственных холмов. Вот когда мы совмещаем начертание рек, мы видим, что и холмы расположены очень сходно. Исследуя эту тему дальше, обнаруживаем, что и содержание, тема этих холмов, и знаки, расположенные на них, они соположны, они соотносимы между Москвой и, предположим, Римом. Здесь очень важно сделать сразу оговорку. Речь идет не о том, что Москва печатает себя с Рима. Речь идет о том, что Москва и Рим печатают себя с некой общей матрицей, извините за современный термин. Если только мы предполагаем, что москвичи из поколения в поколение передают друг другу тайну уподобрения своего города Риму или Иерусалиму или иному городу, мы впадаем в ошибку. Мы, безусловно, фальшивы. Это не так. Но нельзя не видеть огромное сходство. Следовательно, не Москва с Рима, а Москва и Рим с общего прообраза. И тогда все становится на свои места. Но это очень странные места, да? Это очень таинственная постановка, действительно. С отставанием в тысячелетии один город на языке своей культуры говорит о том, о чем другой город на языке своей культуры говорил нам раньше. В действительности, оба города на своих языках говорят о чем-то одном. Вот если подходить к метафизике Москвы таким образом, то она и раскрывается совсем по-новому. Я в действительности сделал предисловие к теме Волконки, потому что хотел бы немного поговорить здесь и о холмах, и о римских аналогиях, и, может быть, и у Иерусалимских. Но начало я с чисто московской вещью, в которую рискую углубиться, потому что очень эту тему я люблю. Я считаю ее принципиально важной вообще для понимания русской истории и в особенности для понимания русского города. Это то же самое отношение холмов, тема борьбы холмов, но на языке русской культуры. На языке русской культуры это тема опричнина или опричнина-иземщина. Трудно понять Волконку, вынеся за скобки это понятие. И это историческое воспоминание опричнина, ибо мы находимся на территории опричнина. Для того, чтобы расшифровать эту тему, нужно выйти немного за границу, очерченную нашими авторами здесь, посмотреть не только на территорию Волконки, Знаменки до Воздрижники, но и на территорию от Воздрижники до Большой Никитска. Потому что именно здесь расположен квартал опричного двора. В нем находятся факультеты журналистики и Крымевская больница. Квартал Доромановского переулка столь же важен, находящийся в пределах этой карты, квартал дома по школам. Место старого государева Ваганьковского двора. Вот эти два двора – это ключевые точки для понимания той территории, того пространства, где мы находимся. Я все-таки попробую сейчас провести какие-то жирные линии. Если нет, вы там говорите сзади, ладно? Это Москва-река. Это Неглинная на месте Александровского сада. Видно? Терпимо. Переходим в какой-нибудь другой цвет, например, зеленый, который может обозначить нам холм. Это мыс Боровицкого или Кремлевского холма. Как-нибудь так еще можно его обозначить. Все это будет очень примитивно нарисовано, но уж извините. И это холм Противолежащий, который в районе Пашкова дома имеет название. Называется Ваганьковский. Москвичи менее искушенные путают Ваганькова и Новый Ваганькова. О переносе Ваганькова на новое место можно говорить отдельно, но нас интересует Ваганькова старая. Ну и, наверное, третий цвет я буду показывать памятники или ключевые объекты нашего размышления. И первый из них, помимо самого Кремля, это, конечно, до Пашкова, или, точнее, Ваганьковский двор на его месте. Давайте я еще воспользуюсь, раз у нас есть четыре цвета, воспользуюсь красным, или обозначением важных дорог. Это дорога Володская, Поварская знаменка, с очень условно изображенным переходом через реку и переходом в Полянку. Это дорога Смоленская или Смоленско-Кимильская, Волхонка-Остуженка, с переходом в Кремль и превращением в Ростовскую дорогу. И скрещение этих дорог их в Средокресте образует Москву на так называемой Боровицкой площади. Вот это место, место скрещения национальных дорог Новгород-Рязань и Смоленск-Ростов-Киев-Ростов, оно должно было быть защищено. И защищено оно должно было быть собственно крепостью или городом. И нужно было выбрать из двух холмов, остроугольного и тупоугольного. Но вы знаете и догадываетесь, что город, почти всегда древний русский город, выбирал для себя остроугольную позицию. Поначалу город возник на холме. Я сразу нарисую для ситуации 15-го и последующего веков стену на подоле. Опущу ее, пусть у нас будет город в границах Кремля, по крайней мере, Дмитрия Донского. И дальше. Он уже был таков, когда вот здесь на противоположном берегу возник, то есть впервые упомянут, лучше сказать, Ваганьковский двор на месте Пашкова дома. Он впервые упомянут в середине 15-го века в связи с возвращением Василия Темного из Казанского плена. Еще нарисую, может быть, Маховую, чтобы стало понятнее, что холм, который почему-то называют Боровицким, то есть часть холма ниже Маховой улицы, где не построены депозитарии музеев Кремля, это никакой не Боровицкий, а тот же Ваганьковский холм. Так вот, начало нашего размышления, извините за топографические подробности, начало нашего размышления лежит здесь. Говорится, что Василий Темный, возвращаясь из Казанского плена, остановился на двойной матери своей, Софии Витумфтовны на Ваганькове. И это двор загородный. Что он делает? Он смотрит на город. Почему? Потому что в его отсутствии в городе сидел Шемяк. Шемяк ушел без боя, там, по-видимому, никого нет. Но Василий Темный не решается войти в город, а город – это Кремль только. Именно он является городом. А двор Великой Княгини на Ваганькове – это загородный двор. И вот на этом загородном дворе в середине XV века в какой-то момент времени мы видим государя, который становится на противоположном холме и внимательно присматривается к городу. Смотрит на городской холм и на городские стены. Он опасается своего противника. Вот здесь заложено в ядре все самое важное, что нужно знать об этом втором холме Москвы. Это холм предместного укрепления, которое обладает одной важной особенностью. Оно, ну, словно бы, вращается на оси. Предместное укрепление способно защитить город, это одна из его задач, и предместное же укрепление способно развернуться против города, если город захвачит противника. Вот эта вращательность предместного укрепления – это изначальное свойство того, что мы потом назовем опричниной. Поэтому, наверное, стоит ввести слово немножко другое, например, опричность. То есть такое понятие, которое бы оторвало нас от краткого семилетнего или даже двадцатилетнего опыта опричниной, потому что была вторая безымянная опричнина. В общем, вторая половина царствования Грозного. Чтобы отвлечься от этого краткого исторического отрезка и перейти к обобщению, можно было бы говорить об опричности. Опричность – это буквально дополнительность. Оприч означает «кроме». Опричность к применительному городу, к городской топографии – это свойство кромешности, то есть свойство второго пространства. Второе пространство – это кромешное, буквально опричное, буквально дополнительное пространство. Его главный признак – готовность вращаться и повернуться против самого города, при том, что его изначальная обязанность Этот город защитить. Вот такая двойная природа старого Ваганькова, ну пока мы можем говорить просто Ваганькова, или шире Арбата, это и есть ключ к пониманию метафизики того места, на котором мы с вами сейчас находимся. Почему я сразу подменяю название и говорю об Арбате? Потому что, когда это пространство политически оформится в качестве опричного, самым лучшим названием для него будет Арбата. Оформится оно вот таким образом. Это Воздвиженко, это современная улица Арбата. Пространство же, о котором мы говорим, это Маховая, достигнет Никитской улицы, и именно так будет отграничен опричный клип. Еще не будет существовать стена городская по линии Нижнего Бульварного кольца, поэтому я обозначу ее только пунктиром. Так вот, когда государь Грозный бежит из Кремля во время опричного кризиса, он бежит вот в эту долю мира. Главная улица этой доли, улица Арбат, то есть современная Воздвиженка. Безусловно, Арбат как пространство оказывается синонимом этого понятия, и вся Смоленская дорога, Воздвиженка и современный Арбат, стержень опричного клина. Опричный Арбат понимает себя не так, как современный. Современный почему-то мыслит себя восходящим по дуге, между бульварами и садовом. Но я говорю, говоря об Арбате, имею в виду вот такую веерно-радиальную систему, сектор от Кремля до Лужниковской периферии, и по бокам, от Никитской улицы до Москвы-реки. Грозный бежит в опричный двор, который, как я сказал, занимает вот это место, квартал так называемого Нового университета, Журуфака и Кремлевской больницы. При этом вопричный напопадает и старый Ваганьковский двор, который остается государевым. Поэтому можно сказать, что на неких весах Троицких ворот, Кутафии башни, на неких весах, на плечах этих весов, если глядеть из Кремля, располагаются два государевых двора. Но это дворы беглого государя, государя, который ушел из Кремля, бросил его и развернулся против него. Иначе говоря, спустя сто с небольшим лет, округленный стол, после сцены с Василием Тегным, мы видим сцену с Иваном Грозным, который наполняет вот этот холм опричный, буквально опричным политическим содержанием. Он разворачивается, переходит с холма на холм и разворачивается против брошенного Кремля. Этот жест, а это прежде всего жест, чрезвычайно важен для понимания вообще всей последующей московской и русской истории, на мой взгляд, и уж совершенно принципиально важен для размышления о нашем пространстве. Грозный располагает таким образом двумя дворами. Двором на месте Пашкова дома и двором на месте нового университета. Это передние кромки опричного бутела. Это замки. На замке бегал государь. Я здесь рискую уйти очень сильно в сторону, в размышления о природе опричнины. Но если совсем коротко, то природа это расшифровывается в самоопределении Грозного во время второго побега, когда уже и слово опричнина запрещено было применять. Тем не менее, все было воспроизведено повторно. Он назвал себя Иванцом Московским. И это такое смирение пача гордости, казалось бы. Так подписывались челобитные Семеновне Гулатовичу, который был оставлен в Кремле великим князем. Но это нечто большее. Иванец Московский – это Иван, князь Москвы. Князь Московский. Московский князь Иоанн, который отказался от царства. Мы понимаем, что дед Иоанн, Иоанн Третий, фактически достиг царственного положения, хотя и не венчался царской шапкой. Первый венчанный царь Иоанн Грозный, первый же развенчанный. То есть князь Москвы развенчивается из царей и говорит, я теперь только князь Москвы, и в этом качестве мне полагается вот этот кусочек землица. А вы тут, собрание аристократии, земщина, вы тут как хотите. И вот это опричное представление об Арбате, как о земле князя Московского, оно чрезвычайно актуально навсегда, оно предельно актуально сегодня. Иванец Московский говорит нам, что Арбат – это Москва по преимуществу. Это Москва князя Москвы. Это некая лучшая Москва, чем вся остальная Москва. Это основа современного интеллигентского арбатского мифа. Это основа тварянского арбатского мифа, то есть предшествующей стадии современного арбатского мифа. Все стадии бытования арбатского мифа основываются на этом представлении. Это лучшая Москва, чем вся остальная. Это собственно земля московского государя. И второе, в действительности, первое принципиальное основание арбатского мифа – это город на втором холме, развернувшемся против Кремля. Это город на холме, фрондирующем против первого холма. Вот это и есть основы арбатского мифа. И основа эта, повторю, заложена политически в XVI веке, а ландшафтно изначально. Потому что, возвращаясь внезапно далеко назад, нужно сказать о том, что, согласно версии многих краеведов, ваганьковских государев загородный двор XV века уже в свою очередь является преемником от предместной крепости XII или иного века, которая и могла называться Арбатом. То есть, собственно, предместием. Кремль и Арбат – городская крепость и крепость загородная, защищающие торг и рот или перевоз из крещений важнейших национальных дорог. Таким образом, Арбат в нашем современном представлении вырастает вот из этого ядра, из предместной крепости самых ранних веков и распространяется в XII. А в упоминании ваганьковского государева двора – это только фаза. Да, это стадия, точка в этом размышлении, но точка задокументированная, позволяющая нам это размышление развивать. Можно подумать о том, почему Грозный предпочел этому двору новый. У меня есть версия, связанная с теорией, изложенной авторами девятидомника «Памятники Москвы». Были в основном Галина Ивановна, Мехова, Марина Ивановна, о происхождении московских улиц. Дело в том, что старая крепость защищала скрещение Смоленско-Киевской и Новгородской дорог, которые были ориентированы на старый торг. Когда же торг перешел на новое место, через город Кремля, на Красную площадь, эти же магистрали стали переориентироваться. В частности, мы понимаем, что линия Знаменка-Поварская имеет общую точку с Большой Никитской, и это переход Володской дороги на новое ложе, ориентированное на Красную площадь. Смоленская же дорога раздвоилась, Киевская ушла на Микиманку, а Смоленская на воздвиженку Арбата. Следовательно, те две дороги, Смоленская и Новгородская, которые при прежнем положении торга выходили сюда к нынешней Боровицкой площади, при новом положении торга выходили вот сюда. И мы видим, что новый государев Загородный двор защищает эти две дороги так, как старый эти две. То есть, опричный двор относится к Ваганьковскому, как Красная площадь к Боровицкой. Это все еще не метафизика, да, это объяснение такие вполне, ну в данном случае объяснение вполне академическое, по-моему, очень убедительное, связанное вот с этой теорией перехода улиц московских с ложа на ложи. Московские улицы образовывались переходами, замещением друг друга на готовых ложах. Вот. Не знаю, не слишком ли я подробно ушел в историю XVI века, но в действительности я хотел сказать главное. Пространство, где мы с вами находимся, опричном. И это разговор вовсе не только о грозенских годах. Это разговор о самих свойствах пространства. Это изначальное географическое свойство, которое затем оказывается свойством историческим и, наконец, политическим. В конце концов, таким образом можно даже описать природу интеллигенции. Если определять интеллигенцию по-вихорски, то есть отрицательно, если соглашаться, что пространство интеллигенции – это арбат, как думал и Георгий Петрович Хридотов, да, помните, знаменитый его эссе «Трагедия интеллигенции», там глава арбат – это синоним интеллигенции, да. Так вот, если арбат – это интеллигенция, интеллигенция – это арбат, то веховская традиция и послевеховская традиция описала бы этот феномен, конечно, отрицательно. Да, напомню, говорится об особом ордене людей, объединенных морализирующим нигилизмом, идейностью задач, беспочвенностью идей и героизмом бесподвижничества. Вот это такая сумма отрицательных веховских и послевеховских определений, которую современная интеллигенция старается не помнить, не анализировать, к себе не применять, вообще о себе не размышлять. Вот эта сумма определений могла бы быть применена к ордену опричнины, то есть к избранной черной тысяче, локализованной в этом пространстве. Это, безусловно, орден, безусловно, беспочвенный, безусловно, объединенный идейностью задач, беспочвенностью идей и обладающий таким запалом морализирующего нигилизма, который мы прекрасно чувствуем, например, в переписке самого Грозного. Вот эта связь между интеллигенцией и опричниной, она в действительности трагическая. Можно еще сказать, что интеллигенция – это такой коллективный царь, сидящий на другом холме, фрондирующий против пустого трона. Трон-то пустой. А фрондирующий против Кремля, против первого холма. Интересно ли применить тут римские аналогии или иерусалимские аналогии? Интересно, плодотворно? Опять-таки, боюсь уйти в подробности, но если совсем коротко, то с оположением карты Москвы и Рима выясняется, что находимся на Капитолии и за Капитолией, за его спиной. Понятно при этом, что Кремль – это палатин, это императорский холм, а Капитолий, как мы знаем, это холм республиканский или патрицианский, который находится в определенном отношении к палатину. Он с ним пребывает в состоянии диалога, это самое важное. Иначе просто счет холмов ничего не дает. Нам надо понимать смысл отношения холмов. Капитолий – это цитадель палатина, например. Это первый пункт, по которому их можно сравнивать. Цитадель – вот когда гуси Рим спасли, и в других случаях, речь идет о Капитолии как спасителе палатина. То есть некий второй холм, более компактный. Здесь у нас есть кромка холма, а Капитолия, как вы знаете, такой стол. Это вот холм цитадель, именно цитадель. Во-вторых, это цитадель, уже метафорически говоря, патрицианская. Курия сената находится у подножия холма, но в папском Риме сенатская функция, дворец сенаторов, поднялась на холм, и вся эта микеланджеловская композиция в Капитолийской площади – это композиция городской власти. Это сочинение на тему устройства городской власти. Власть поднялась с подножия холма от античной курии на сам холм. И капитолийская функция, повторю, это функция патрицианская. Здесь можно строить триады. Третий здесь будет полюбейский овентин. И это тоже довольно ясно. Ясно, где его локализуем мы? На Таганке, в Заяусе. Топографически так. Мы обнаруживаем на Таганке холм из столб лебеев. Овентин – это также холм Райама, то есть профанного царя. Холм, который проиграл полотину в споре о начале города путем гадания на птицах. Также и Таганский холм, безусловно, проиграл Кремлевскому холму, а имел все шансы выиграть, потому что Яуза – транзитная река, в отличие от Неглинной, которая является рекой местной. Это размышление о том, почему Боровицкий холм, а не Таганский. Это размышление о том, почему полотин, а не овентин. В переводе на римскую терминологию. Один автор 17 века, Тимофей Каменевич Рвовский, говорил, что он видит в 17 столетии, что он видит на мысу Заяузи, там, где Афонское подворье сейчас, церковь Никиты Мученика, следы городища. Это, говорит он, город Масоха Иофетовича Ноева, от которого производится и начало Москвы, и славянское колено человечества. Так что вот этот московский авентин Таганка – это тоже очень важный холм в счете холмов. И римская тема Рема против Ромула, и римская тема Плебеев против Патрициев, или, ну не против, а помимо, да, или Плебеев помимо императора, вот это отношение Капитолии по латино-вентину в Москве толкуется как отношение Кремль-Ваганького-Таганка. Есть даже рифма. Очень смешная из поговорки. На Ваганке не доходя Таганке. Я, опять-таки, ушел в сторону, но только для того, чтобы вернулся и сказать, что римские аналогии здесь более чем уместны. И дом Пашкова в этих аналогиях начинает выглядеть совершенно особенным образом. Мы ведь знаем, что его фасад – это в действительности его, его крыльевский фасад – это в действительности его спина. Потому что по склону спускался сад, и не было, во-первых, была ограда, лестница на склоне советская, была ограда, и не было даже видимой калитки. Уж точно не было никаких ворот. Двор Пашкова дома расположен вот здесь, в такой очень интересной композиции, да, и здесь в Старо-Вагарьковский переулок выходят прекрасные парадные ворота. Здесь есть капиталистские жесты, жест поворота Микеланджеловского ансамбля Капитолия спиной к палатину. Тут не нужно буквализировать, тут не нужно полнометрически сопоставлять, нужно почувствовать именно жестикуляцию поворота спиной к палатину. Палатин пуст в то время, когда в папские времена, когда на Капитолии создается вот этот центр городской власти. Палатин пуст, и дворец сенаторов, и его площадь повернута к нему спиной. Пуст ли Кремль? Ну, очень условно, во времена Екатерины II можно назвать его пустым, очень условно. Ну, в том смысле, что государы, они чаще в Петербурге. Тем не менее, жест поворота спиной к Кремлю это сильнейший жест, и я бы сказал, что это удвоение, усугубление темы фронды. Вагарьковский холл фрондирует против кремлевского еще и потому, что главный дом, стоящий на этом месте, повернулся к нему спиной. При этом жест неявный, жест скрытый, потому что фасад прекрасен, потому что парк не разрастается, а потому что объем дома остается частью ансамбля площади, хотя площадь была здесь не всегда. Здесь я должен вспомнить замечательное сцение Михаила Михайловича Алинова, о доме Пашкова. Она называется «Проделки вольных хитрецов», издана в его книге «Текст о текстах». Михаил Михайлович начинает сразу с размышления о доме Пашкова, как о манифесте частности, частного нововременского человека против Кремля, против царского, против имперского, какого угодно властного начала. Есть цитадель имперской власти или царской власти, и на другом холме есть цитадель частности. Я бы добавил, что поскольку дом Пашкова безусловно лучший дом города, если не страны, он безусловно царственный, это царственный дом, то возникает ощущение, что он, условно, сближал со своего подлинного места. Его место там, где стоит большой Кремлевский дворец, такое ощущение возникает. Но это и есть иллюстрация опричности, в том числе опричного побега. Подобно тому, как лучший дом города, царственный дом, условно бежит на другой холм, вот подобно этому и царь бежал на другой холм и развернулся на этом холме против первого холма. В природе Арбата вот эта двойственность, о которой я сказал с самого начала, прослеживается еще не один раз. Она возникает, например, вот в этой ситуации, пусть это будет ручей чертары, совсем рядом с нами, внешний проезд бульвара. Когда возникла стена белого города, отодвинулся сам город, не правда ли, отодвинулось понятие о городе. возникает мощная следующая крепость. Она выходит на набережную, то есть продлевает с собой городскую линию Кремля, перешагивает, извините, если я стану рисовать по средневековому, внезапно видно сверху, а в профиль, да, арка через Небринную, семиверху башня, стена белого города, здесь ворота на мост еще, Причистинские ворота на выходе Волхомки, вот появляются Арбатские ворота, очень примитивное рисунок, простите, вот Никитские ворота, дальше не будет. Появляется следующий город, границы города перемещаются, трансформируется понятие Арбата. Старое понятие, как я думаю, никуда не уходит, но возникает новая редакция, очень близкая к современной. Напомню, современное представление об Арбате, если вы согласитесь, это скорее всего представление о территории между бульварами и садовом, то есть между пространством земляного города, вне белого города, и такое восходящее, ну не по меридиану, а по дуге, восходящее, либо до Никитской, тогда это отличная граница, либо даже до Тверской, и тогда это граница водораздела, Москвы, реки и Неглины. Здесь принципиально важно увидеть продолжение или другой отрок нашего холма, который мы назвали в общем виде Арбатом, хотя, конечно, позволили себе здесь некоторую воленность. Как у горы, у нее нет общего имени, есть имена. И вот здесь, на Астужье, на мысу Чертарые, мы обнаружим церковь Ильи Обыденного и современное название Пожарский переулок, воспоминания о стане Пожарского в 612 году. Важная вещь, я не ухожу в сторону. Пожарский, подойдя к Москве, сначала встал перед Арбатскими воротами, а когда узнал, что на выручку польскому гранизону идет Гетман Хаткевич, переместился вот на этот мыс. Что он здесь делал на Астужье? Он контролировал все. Он контролировал движение Хаткевича с запада, его маневр с юга через Москворечье, где и состоялось сражение, и он контролировал два полка, сидящие в Кремле. То есть, он контролировал и движение внешней вражеской силы, и движение вражеской силы, находящейся в городе, и маневры этой силы через третью сторону света. Это и есть свойство предместного холма. Это опять Арбат, переместившийся за линию белого города. Да, мы знаем, что есть еще одна городская линия, она была построена почти сразу, земляной город, да, у нас уже не хватает доски. Линия нынешнего Садового кольца, в этом смысле, Пожарский остается в городе, но разница была, разница между деревянной стеной, свалом, каменной стеной, вот в той редакции, в которой город, это жесткая линия белокаменных стен и ручей чертары в качестве пристенного рва, вот применительно к этому представлению в городе предместный холм это остужье. И Пожарский здесь оказался функцией этого холма, да, и холм опять сработал так, как он мог сработать и срабатывал в самые разные времена. То есть, это не обязательно грозненский кризис, да, это вот такая совершенно ясная, чистая, например, история освобождения города от засевшего внутри него противника, когда еще идет деплокирующая армия, да. Вот, видите, таким образом можно, можно расширять и расширять наше представление о той территории, где мы сейчас находимся, но мы все время остаемся вот в какой-то парадигме, да, мы уже нащупали какую-то тему места, формулу места, если угодно, местную фабулу, это тоже термин из книжки, из книжки «Две Москвы». Мы нащупали местную фабулу, местная фабула Арбата в целом это опричная фабула, то есть пространство, кроме пространства, второе пространство города и вращательность, как и ее географическое и политическое свойства. Мы можем очень часто чувствовать двойственность Арбата, но даже в таких, казалось бы, мирных ситуациях, как, не знаю, полемика славянофилов и западников, полемика революционной интеллигенции с теми, кого веховская традиция интеллигенция не назовет, может быть, с этой славянофильской партии. И какой-то внезапно одинокий гоголь появляется в центре этого пространства, появляется фигура проповедующая интеллигенции, пытающаяся ее излечить или вернуть ее в это доинтеллигентское состояние, апеллирующий к ней с каким-то почти апостольским посланием. Вдруг в центре вот этого Арбата появляется вот такой неарбатский, казалось бы, человек. А мы знаем воспоминания учителя гимназии Шестакова, когда гимназия была в Башкове доме, как они с Гогольм поднимались в Бельведеру. И Гоголь, то есть задолго до Булгакова мы можем увидеть тут совсем другую фигуру. Гоголь, Погодин, Снегирев и рассказчик. И Гоголь, это он же вернулся из Рима в Москву. И Гоголь, глядя с Бельведера, говорит, как это зрелище напоминает мне вечный город. Это гораздо круче, чем фраза известного персонажа «Мессир, мне больше нравится Рима», хотя эта фраза сказана с той же точки. То есть там говорится, что Москва не Рим, это как раз анализирует Оленов, а здесь говорится, что Москва Рим, говорит это Гоголь. И Гоголь вдруг совпадает с главной фигурой архитектурной Арбата, с домом Пашкова. Совпадает, как бы выходит из фронта. Дом Пашкова вдруг выходит из фронта. Дом Пашкова выходит из фронта в самых разных ситуациях. Можно вспомнить, как король Брусский Фритрих, поднявшись туда же, по некоторым сведениям на балкон, по некоторым сведениям на крышу, с принцами, когда отмечали годовщину 12-го года, поднявшись сюда же, велел, как говорит автор, этот деревянный человек, велел принцам опуститься на колени и сказал, вот она, наша спасительница. Город еще лежал в руинах. Если это жестикуляция самого дома, это жестикуляция подчинения, это окалие на преклонение, это не жестикуляция фронта. Это такое оставление себе второй позиции. Как увидеть это подчиненное положение дома Пашкова? Очень легко. Встать, например, на внешнюю точку наблюдения в Замоскворечии и увидеть, что дом Пашкова стоит за плечом царского дворца, как некто стоял бы за плечом царя, и там больше нет спора. Что это такое? А это вот вторая, вторая сторона природы Арбатского холма. Сторона дополнительности, буквально дополнительности второй холм, когда он служит первому, когда он не стоит против него. Есть много других примеров этой фабулы, даже в миниатюре. Что такое Гутафья башня, как эта водная стреливница? Да то же самое. Башня на другом берегу Неглинной, то есть в Арбате. Башня, которая должна играть самостоятельно оборонительную роль некую, быть именно отводным укреплением. Это есть то же самое, о чем мы говорим и здесь, и здесь. В Кутафье в этом смысле Арбата в миниатюре. Мы помним, как неизвестные люди отстреливались здесь от Мюрата, то есть эта башня способна была защитить, казалось бы, город, город Кремль. Вот той же самой внешней западной силы. Очень интересны, конечно, Иерусалимские параллели. Здесь я опять рискую увлечься и уйти далеко, но тут нам помогает как раз Булгаков, и эту книжку, в отличие от других, люблю гораздо меньше, так с опаской, конечно, ее надо оперировать, но там есть важнейшая вещь, просто текстуальная, почти чертежное соотнесение отца Иеруда, то есть резиденции Пилата, все это в Булгаковской редакции Содома Пашкова. Это просто видно, такой параллельный, или последовательный, параллельный, чертежный перенос признаков, наблюдение заката в окнах, то есть в щите, в отражении, явление там и здесь одних и тех же персонажей, колонна, да спуск лестниц в долину между холмами. Посмотрите, как просто чертежно переносятся признаки Пилатовской резиденции на Дом Пашкова. Пилатовская резиденция по Булгакову это дворец Иеруда или цитадель Давидова в Иерусалиме. Что такое, не буду рисовать, что такое цитадель Давид в Иерусалиме. Это цитадель, Давид там очень условно присутствует, это представление культуры. Это цитадель во внешне западной стене города, венчающая западный холм, противостоящий холму храма. Есть восточный холм, на котором стоял ветхозаветный храм, затем на его месте второй храм. Есть западный холм, венчаемый вот этим замоком, этой резиденцией, причем он является также частью внешних стен. То есть это такой самый распространенный способ постановки цитадели, когда как камень в перстень цитадель вставляется в периметр внешних стен и уже на этом периметре вращается. и Ирод как представитель Рима над Иерусалимом или в Иерусалиме и Пилат это все-таки глаза внешнего мира, глаза запада, глаза Рима, точка наблюдения внешнего, находящаяся на границе самого города, точка развернувшаяся, развернувшая взгляд внутрь города, взгляд Рима внутрь города. Это вполне соответствует жестикуляции и направлению взгляда дома Пашкова. И, конечно, отдельно там нужно поговорить о теме Давида, поскольку вы наверняка знаете, что наука, строгая наука, в том числе археология, помещает Давида на нижней ступени восточного холма, на Офель, а предание и культурная традиция вдруг перемещают его на западный и переназывают. Название Сион переходит с востока на запад. Само название Сион переходит от рогов храмовой горы на вот этот западный холм. То есть два холма в Иерусалиме спорят о первородстве. А что такое спор о первородстве? Это спор об имени Давида для Иерусалима. Вот как это выражается на языке, на культурном языке другого великого города. Присутствие Давида переносится на западный холм. в основании сионской гормицы обнаруживается могила Давида. Следовательно, крепость города Давидов или крепость Сион начинается мысль. Мысль на западном холме чего не было. И мы можем просто проследить с веками эволюцию этого представления, что вложили крестоносцы в это представление, что и византийцы. И вот эта борьба двух холмов как борьба двух представлений о Давиде, о начале города. И при этом именно на западном холме помещается цитадель, то есть внешнее укрепление, пограничное, граничное укрепление, которое способно развернуться против самого города. Помните, как Теват с каким чувством смотрит на храм на восточном холме у Булгакова? Вот эта оппозиция восточного и западного, она увидена Булгаковым в реальности в Москве и вот здесь, что в Иерусалиме, например, цитадель Давида не находится, во всяком случае, сегодня в прямой зрительной связи с восточным холмом. Она довольно далеко отнесена на кромку западного холма и нужны очень такие дальние внешние точки, чтобы увидеть эту позицию в живем. Но она, безусловно, существует. Вот, таким образом, Булгакова соотносится в терминах иерусалимских, повторю, это термины городовиджия, это городовидческие категории, соотносится с западным холмом, таким новым сионом, нео-сионом. А в римских, как я уже сказал, с капитолием. И обнаруживается, что можно проследить связь, минуя, Москву, связь этого холма Рима с этим холмом Иерусалима. И здесь тоже обнаружится общее основание. Это общее основание цитадели. Возвращаясь к римским аналогиям и общее основание еще одно патрицианство. Арбат вовсе не был самым аристократическим районом города, если говорить, например, о периферии за стенами белого города. Но, безусловно, в отличие от фонфонки и знаменки, не весь Арбат, скажем так, не весь Арбат был аристократическим местом. Нужно еще различать аристократию и вообще дворянство. Но в нашем представлении, в представлении культуры сегодняшнего Арбат есть место патрицианское, Арбат есть место аристократическое. Это римское капитолийское представление. Но я еще сказал, что Капитолия это компактная гора, это стол, спускающийся на все стороны. У него есть периферия, которая идет в направлении речной излучины, это Марсово поле. И это есть новый такой смещенный Рим, новый город. Рим как урбанистическое тело, урбанизированное тело, он сместился за спину Капитолия. Он сместился к Ватикану. Ватикан был для него главным магнитом. И вот это пространство между Капитолием и Ватиканом, если угодно, между двумя микеланджеловскими точками, между Капитолием, который разворачивает себя именно на Ватикан, и замком Ангела и собором Святого Петра, вот это пространство Марсового поля, это пространство новой урбанизации Рима, да, в папскую эпоху, в послеантичную, если угодно, эпоху, оно тоже соответствует нашим представлениям о Парбате, как о пространстве сугубо урбанизированном, как о пространстве центральном. Вот наше представление о том, что центр города смещается к Арбату, это представление о Марсовом поле Москвы, о Марсовом поле как в спине и продолжении Капитолия. Ну, я наверняка пропустил какие-то важные узлы, если что, к нему буду сбиваться, возвращаться, сбиваться с рассказа, но сейчас немножко, немножко о Волхонке, ближе, ближе к месту и даже к нашему сегодняшнему дому. То есть, здесь такая некоторая отбивка, но потом, как я надеюсь, вы почувствуете связь между тем, что уже сказано и тем, что я еще хотел бы рассказать. Итак, в конце 1774 года Екатерина запланировала приезд двора в Москву для треуха, посвященного Кучуко и Нарджийскому миру. Мудрая женщина праздновала не победу, а мир. Мир с турками, закреплявший выход к Черному морю, рождение Новороссии. Весь 75-й год двор был в Москве. В Кремле, как считалось, жить было негде, пожиновский дворец построен не был, а что-то уже было разрушено, и Екатерина искала, где остановиться. Она написала Михаилу Михайловичу Голицыну с вопросом, не знает ли тот, где можно остановиться в городе. «Понятно, что такое письмо не могло быть случайным, и понятно, что такое письмо предполагало единственный ответ. Если вам императрица напишет, не знает ли вы, где тут у вас в городе, в любом, можно остановиться, что вы ей ответите. По-видимому, место было выбрано поблизости к колымажному конюшенному двору, это квартал Пушкинского музея, где можно было разместить поезд, гараж придворный. Основными же вот этот квартал, нарисуем его, я не улицу буду рисовать, а каре конюшенного двора. Собственной половиной императорской стал Дом Голицын институт философии Волхонка-4. Дом Лопухиных, а эти дома были то выкуплены, то арендованы, то ушли в Казмуту, нет, Голицын, но потом дом вернулся. Дом Лопухиных в музее стал Дом дежурных кавалеров, читай, по Тёмкину, потому что это 1974-1975 годы, это год их брака, и 1975 год это год кризиса брака, и 1975 год это год рождения Лизы Тёмкиной, вот возможно здесь Екатерина в последний раз родила. Наконец наш с вами дом, где мы с вами находимся, был предназначен для наследника Павла Петровича. Всё это было соединено разнообразными переходами, и ещё выстроили отдельный тронный зал на месте нынешней бензозаправки, без фундаментов, так что когда его впоследствии за ненадумностью перенесли на Воробьёвы горы, археологических следов от него не осталось. То есть известен вот этот коридор, тёплый переход из дома Голицына к тронному залу, я его широко, конечно, нарисовал, он не закрывал фасад, извините, так, он не закрывал фасад дома наследника, у нас нет мазилки, и образовалось то, что мы и называем Причистинским дворцом, потому что Волхонка называлась Причистинкой. Екатерина жила здесь, так сказать, приватно, её приватность была перемножена с приватностью Потёмкина. Здесь мужское и женское меняются места, и происходит такая трависти, а Потёмкин, как Москва, принимает Петербург вот такой образе женщины, что ли. Потёмкин не владел этим домом раньше, но теперь он оказывается в положении хозяина, если угодно. И вот эта приватность проживания Екатерины, она, если угодно, вполне опричная. Я попытаюсь усилить эту мысль. Помните, Иванец Московский. Мы сказали, что это такое смирение пачи гордости, но в действительности это обозначение имени князя Москвы, но, безусловно, в психологическом комплексе Грозного, опричного Грозного, было вот это смирение пачи гордости. Ну или просто приватность. Проживание на опричном дворе это приватное проживание. Причём это возводилось в принцип настолько, что начинало воспроизводить само себя. На опричном дворе была сугубо приватная половина. То есть ещё была половина для кого-либо доступная, была ещё половина не для кого-либо доступная. И, возможно, граница университета и Кремлёвской больницы это граница. То есть эти двух усадеб, может быть, это очень древняя граница внутри опричного двора с выделением его собственной сугубо опричной половины. Вполне возможно. Вот в этой такой ослабленной форме, не в форме противостояния Кремлю, конечно, а вот в этой форме такого частного проживания, частного, Екатерина актуализировала импульсы старого опричного пространства. Импульсы вот этого холма. Обратите внимание, это 75-й год, а дом Пашкова заложен, как мы теперь знаем, в 85-м. То есть за 10 лет до появления вот этой сильной фигуры, когда здесь мы найдем еще раздробленные владения на месте когда-то единого государя Ваганиковского двора, в отсутствие вот этой сильной фигуры, Екатерина ищет себе место в городе и выбирает это место на втором холме. Разумеется, как государыня всея земли она переходит и на первый холм. Разумеется, в течение триумфального года она не раз побывает в Кремле. Разумеется, она позиционирует себя как государыня всея земли, как кремлевская государыня и вместе с тем ей хорошо вот здесь. И дом ее соединен с домом дежурного кавалера переходом, о чем все старые слуги помнили, как писал Бартенев впоследствии исследуя этот памятник. Хочу обратить ваше внимание теперь на связь композиции Пречистинского дворца и структуры Пречистинского дворца со структурой дворца Царицынского. Потому что именно в этот год была разведана имение Черная грязь, выкупленного князя Кантемира. Кто были разведчики? Екатерина и Потемкина. Для кого предназначалась усадьба Екатерина и Потемкина? Это была история любви. Это было место для любви. И в композиции Царицынского дворца по версии Баженова, как мы знаем, но не буду рисовать, негде. Это другая поверхность. Присутствовали три равносторонних дворца, вписанных в треугольник. Три дворца, у которых были сопоставили длина и ширина. Это были дома Екатерины, Павла и дежурных кавалеров. То есть Баженов строил Царицыно и опираясь на структуру двора, актуальную для 1975 года, Петеркурского двора, я имею в виду, структуру царской семьи и царского двора. И переносил то, что было найдено здесь Казаковым, переносил в Царицыно. Разумеется, пользовались гораздо большей свободой. Но было бы принципиально интересно соотнести все проектные царицынские постройки со всеми домами Волхонки, которые были заняты в то время дворовой. Потому что я перечислил только дворцовые постройки, а было нанято еще несколько зданий. Плюс сам конюшенный двор. Вот соотнесение этих вещей госпожа Андреева из Царицынского музея пришла к этой мысли совершенно параллельно. Как-то одновременно мы сидели на каком-то царицинском конференции и вдруг оказалось, что эта мысль уже витает, уже родилась. Вот о соотнесении Пречистинского дворца с Царицынским. Эта физика позволяет нам сделать здесь смелое обобщение царицинского как бы от царицын моделирует спьерое пространство. Здесь я совершенно покидаю вот эту нашу карту. Наверное, я уже очень много говорил, но это совсем вроде бы другой сюжет. Есть в книжке глава Коломенской царицы. Здесь у нас есть возможность внезапно перескочить в Царицыно и сказать себе «Это модель Арбата». А что такое модель Кремля в таком случае? Что такое модель Москвы первой, а это, конечно, Коломенское. И вот, наверное, это будет предпоследнее, что я скажу, потому что, да, я ведь должен говорить о метафизике Москвы применительно к нашему пространству. Вот, есть еще возможность поговорить таким образом парадоксальным о Коломенском и царицине. Напомню, что царица разведана из Коломенского с мыслью об отвержении Коломенского, об отрицании Коломенского. Екатерина пишет Грибу, как всегда в третьем лице, весело, по-моцартиански, евречеству наскучило пройдите по холмам и лугам Коломенского, где предоставляется на выбор либо мочить ноги, либо карабкаться на город, подобие хозы. И вот, в один прекрасный момент она выехала на большую Каширскую дорогу, есть такой город, хотя его нет на вашей карте, и дальше обнаруживается село Черная грязь. Я здесь не знаю, что можно делать в Черной грязи, кроме как мочить ноги или карабкаться на гору на подобие козы. В действительности там можно делать только это же самое. Но это просто такой вот веселый текст, в котором есть главное отвержение Коломенского. А Коломенское, как можно доказать, если уделить этому какое-то время, это, безусловно, знак Москвы и Кремлевской. Безусловно. Отношения Кремля и Красной площади моделируются в Коломенском по сторонам голоса оврага между Государевым двором и Дьяковской церковью соотносимой с храмом Василия Блаженного. Вознесенская тема, которая присутствует на стороне Государевого двора в образе Коломенского столба, она присутствует в центральной московской мизансцене на Красной площади в посвящении Вознесенского монастыря снесенного. А что еще важнее, Коломенское и Кремль соотносятся в теме столботворения, кирпичного столботворения. Иван Великий это первый кирпичный столб церковь Вознесения в Коломенском второй кирпичный столб. И когда государь 16 века совершает кирпичное столботворение, он попадает в тот текст Писания, который объясняет ему, насколько это опасно. Он попадает в тему Вавилона. Но богословие Вознесения это преодоление Вавилона. Это тоже можно расшифровать. В Вознесении преодолевается Вавилон. И потому что открывается путь на небо, которого не мог найти безбогов Вавилонский человек. И потому что на Елеоне дается обетование сошедствия Духа Святого на апостолов. Это означает преодоление Вавилонского языкового смешания. И по некоторым другим признакам Вознесения есть отмененный Вавилон. И Вознесенский столб это антивавилонский жест. Это открытие пути на небо в Вавилонском. Теперь, если вернуться к паре Коломенской Царицына, то получается, что отвержение Коломенского есть возвращение к Вавилону. А поскольку Вознесение совершается в священной истории Иерусалима, то Коломенская и Царицына попадают в Истриасовскую модель Иерусалим Вавилону. Именно в Царицыне Екатерина стилизует божественное разрушение. Вот это совсем другой сюжет из книги. Когда есть 20-30 объяснений разрушения дворца, но строго академических, а можно предложить на другом уровне объяснений, которые не являются академическим в принципе. Екатерина создает в Царицыне местную тему отвержения Коломенского. Эта тема трактуется как путь из Иерусалима в Вавилон, но она об этом не знает. И когда она разрушает дворец, она не знает, почему она это делает, хотя есть ее объяснение. Оно всегда выпускается из внимания. Это опять письма ее западным корреспондентом, по-моему, там уже грим. Известия из Петербурга так расстроили государами, что она пустилась из Коломенского в Царицыно, положив между собой и преследователями какие-то овраги. Это стилизация конспирологического тона западной прессы, как пишет покойный Юлия Кочегерчук. Это она шутит. Так и Россия писали на Западе. Известия из Петербурга так ее расстроили, что она положила дистанция между собой и преследователями пустилась из Коломенского в Царицыно и увидев там дворец нашла, что своды низкие, залы темные, окна малые, поскольку денег мало, хлеб дорог. Вот такое объяснение не объясняющее ничего. То есть Екатерина не знает, почему она разрушила Царицынский дворец. Здесь действует метафизика Вавилонская, на мой взгляд. И таким образом мы обнаружили очень с кроговоркой, я это сказал, наверное, выпустив какие-то части опорной конструкции, да, вот это размышление. Мы обнаружили модель напару Коломенской Царицыно. Мы обнаружили, во-первых, что Москву, причем Москву в ее драматическом раздвоении можно смоделировать, что усадьбы могут оказываться моделями городских пространств, и что в данной модели, в модели Коломенской Царицыно, Коломенская соотносится с Кремлевской стороной, с Кремлевой Красной площадью через тему Вознесения и Столпотворения и через тему Иерусалима вообще, а Арбат соотносится с Царицыным через тему Екатерининского присутствия и через вот эту структуру Пречистинского дворца, просто подсказка, подсказка. Вот, и мы обнаружили такие два пространства, да, Кремлевскую Москва в Коломенском и Арбатскую Москва в Царицыно. Можем еще раз обобщить, и тогда получится, что одна это Москва Московская, другая Москва Петербургская, да, что Коломенская и Царицыно относятся как Москва и Петербург или как Средние века и Новое время. Все это будет абсолютно правильно, абсолютно точно. И чтобы закруглить этот сюжет, я просто хочу сказать, что на мой взгляд опричненно, это, конечно, срыв Средних веков в Новое время. Опричнино это, безусловно, пространство Нового времени. Я полагаю, что, в частности, Арбатское пространство это вмещающий ландшафт Нового времени. Вот этому в большой степени посвящена вторая книжка про любовный миф о влюбовании Москвы, где любовные истории это просто проверочный материал. Это материал, позволяющий поразмышлять о том, где в Москве пространство традиций и контртрадиций, традиций и новой традиций Средних веков и Нового времени. И тут мы обнаружим, что любовь Средних веков предпочитает жить невидно, передоверяя эту тему царской чете. Это совершенно ясно, но не буду это обосновывать. И что кризис этого состояния намечается только в эпоху опричненно. Причем очень часто задним числом в литературных осмыслениях XIX века, когда Алена и Калашников жили по себе невидно, но пришел с другого берега Кире Беевич и спровоцировал. Или, как в князе Серебряном, жила бы эта Алена и ждала бы своего князя Серебряного, но пришел с другого берега опричник князь Вяземский и спровоцировал. И она вышла за дружину Морозова, потому что князь Серебряный был на войне. Эти казалось бы задним числом литературно расшифрованные сюжеты им говорят нам о том, что именно Апричнина создает в частности кризис средневекового человека. Человек начинает жить видно, жить приметно, занимать царское место. Казалось бы, на каком материале давайте изучаем, на материале любовной мифологии. То есть поступок и просто жизнь, частная жизнь становятся видны. и оказывается, что Арбатское пространство это вот такое пространство нового времени, поскольку это пространство любовного мифа. Одно из... Любовный миф Арбата начинается с беглого царя, то есть для того, чтобы отделиться от царской телы, чтобы любовный сюжет отделился от царской телы, сам царь должен был выйти из себя. Он должен был выпасть в приватность. И вот его первый брак Анастасии Романовны это Кремль, а все остальное это опричный период и условно опричный дворец. Грозный создает здесь первую точку, потом это на то, как он сферлируется, потом переходит на Петровскую Яузу, а Петр абсолютно опричная фигура и Яуза абсолютно опричная фигура Петровская Яуза. Это можно прижили вопросов ответов пообсуждать. Из Петровской Яузы сюда к концу 18-го столетия эта тематика возвращается. Если говорить о любом аспекте, она возвращается сначала в Причистинский дворец. Екатерина, Потемкин, Лиза Темкина. Когда двор возвращается в Петербург, Лобухинские палаты становятся Потемкинскими. На имя матери Потемкина они записаны. Это его дом в Москве. Вот так возвращается сюда любовный сюжетик. А еще через 10 лет вместо вот этого скрытого дворца, которым не хватает жестикуляции для фронта, не хватает сильной позиции, возникает вот этот дворец. Тоже дворец Екатерининской эпохи, как будто бежавший из Кремля. И вот так к концу 18-го века начинает оживать арбатский мир. Оживать в том числе как любовный. Потому что к 801-му году вот здесь на плацдарме Апричного двора и вот здесь на его южной половине поселяется Николай Петрович Шереметьев и покупает оба дома для свадьбы с парашей. Николай Петрович на самом рубеже веков возвращает сюда эту тематику следом за Екатериной. Но если Екатерина остается изолированным явлением эволюции любовного мифа, то за Шереметьевом начинается непрерывная череда арбатской любовной мифологии. Почему еще раз я об этом заговорил? Потому что любовная мифология это в данном случае история видимой приметной жизни. И можно расчертить карту Москвы на пространство жизни приметной и жизни неприметной. И тогда это будет пространство традиции и контртрадиции. Так вот мы обнаруживаем, что наша волхонка как часть большего мира, как часть арбата, это, конечно, пространство контртрадиции, пространство приметной частной жизни. То есть это не о том, где любится или не любится, а это о том, где любится видно или не видно. Это о том, где ваша частная история имеет больше шансов попасть в общую историю. И поэтому можно говорить именно о ландшафте нового времени, о вмещающем ландшафте нового времени. Доказывать, что самоопричненно было явлением нового времени, я тоже готов. Это можно делать развернуто, а можно просто штрихами. Например, печатный станок уехал в Александрову Слободу, как только Иван Федоров уехал в Литву. Гутенберг, печать и ренессанс – это вещи соположные. Печатный станок взрывает средневековую траницу. И вдруг обнаруживается, что печатный двор, который был в земщине, в городской черте, был там экс-территорией опричненной. Это подтверждается тем, что немедленно после отъезда Ивана Федорова станок забирают в Александрову Слободу. Ренессансный государь создает опричный кризис. И можно попытаться доказать по разным линиям, каким образом опричненно является выпадением из средневековья, является вот этим срывом или вхождением в ренессанс. Ну, вот таким образом можно этот сюжет закруглить. Извините, если я немножко сбивчивый, казалось бы, про разное. То есть у меня была возможность одновременно напомнить несколько блоков книги, даже двух книг, несколько, казалось бы, несвязанных тем. И показать, что в действительности они связаны. Показать, как многое связано в Москве и на каком глубинном уровне это происходит. Я не спрашивал с самого начала, сколько у меня есть минут на монолог. Если время осталось, то можно перейти к вопросам. У нас, Элла, есть еще время? Сколько у нас времени? У нас есть время на общение, да? Вот. Так, пожалуйста. И там не построено ничего. Нет, нет, нет. Это будет очень длинный рассказ про Лефортовский дворцовый комплекс, про старые постройки, доставшиеся от Елизаветы, про постройки, где Екатерина жила в 60-е годы, в годы Орлова. Но если говорить о существующем Лефортовском, как вы сказали, точнее, Екатериненском дворце, то он еще не существует. Да? Это постройка, так сказать, времен Кваренги, да? Там есть предыстория, связанная с Анинским дворцом. А, а Лефортовский на том или нет? В 71-м году Старый Лефортовский дворец был использован в качестве чумного карантина и больше туда государя не въезжает. Здравствуйте. Виктор, у меня привлекла ваша тема фрагмента относительно Ренессанса. Вот Иван Грозный спрятал где-то библиотеку, врукался шахматами и музыкой. Это вот в плане сказанного вами о Ренессансе. Какое имело такое метафизическое содержание? Нет, ну тогда можно действительно, наверное, поговорить еще немного, если эта тема действительно заинтересовала. Коротко, коротко совсем не получится, да? Все-таки, вот действительно, я считаю, что Грозный никакой не средневековый, а совершенно Ренессансный государь. Каким линиям это можно различать? Да, ну тут нужно быть скорее специалистом, да, по Ренессансу, чем по Москве и по рубе области русистики. Но тем не менее. Давайте я отвечу немножко перпендикулярно, скажем, объясню по возможности в двух словах, вот в каком смысле это западнический проект. Вот западнический, да? В каком смысле он соотнесен с западом, переживающим в это время Ренессанс? Можно вот так я отвечу? Так мне будет удобнее. Совсем коротко, не получится, но телеграф первое. Киевские века сходятся на том, что княжеский дом правит землей коллективно. При этом существует иерархия князей и иерархия городов. Кто-то выбыл, все меняются городами. Из этого важнейшее следствие городское общество и земля, земельное общество, понимают, что князь временный. Поэтому заключается с ним договор, поэтому главная сила места – вечер. Главная градостроительная фигура, градоустроительная фигура – детинец, посад. Как в Новгороде, где это доведено до предела, замок детинец, замок Рюрика, который горожане держат на расстоянии вытянутой руки. Есть город, неверно называемый Кремлем, и есть поздно называемый Кремлем, и есть Рюриково городище. Дистанция между ними – это дистанция между обществом и князем, который уйдет. Он не создаст местную династию. Потом возникает второй возраст, условно-владимирский, когда создаются местные династии. Этого предшествует еще в киевский период Любический съезд. Он говорит, каждый додержит свою отчину. Это не про феодальную раздробленность, как нас учили в учебниках. Это про прекращение переходов. То есть по мере выбывания князей, князья не меняются больше землями. Черниговский будет Черниговским, Смоленский будет Смоленским, Волынский будет Волынским, Суздальский будет Суздальским. Значит, переходы возможны внутри контура этих земель между старшими и младшими городами. Сохраняется принцип перехода и иерархии пирамиды городов и князей. Но между землями возникают стены. Угодно назвать это раздробленностью? Пожалуйста. Но в действительности возникают местные династии. Сложение местных династий отвечает Кремль как принцип. Хотя впервые это слово появляется только в 14 веке в Твери и Москве. Что такое Кремль как принцип? Это не замок, кроме города, не детинец, кроме посада. Это город, собственно город, с государевым двором внутри. Принципиальная вещь. Очень демократичная структура. Очень демократичная. Просто государев двор как часть города, как серединка города. В московском случае, поскольку детинец существовал, а дальше был посад, между ними был ров, где-то между дворцом и оружейной палатой. Наследственно от этого положения детинца государев двор тяготеет к западному углу города. Но внутри города он не вне его. Наконец, третий возраст, условно, ну почему условно, московский, наступает, когда один из мняжеских домов становится царским и венчается короной главного Кремля. Одна из династий оказывается, собственно, на царской. И вот московский Кремль, это Кремль с двором всероссийского государя, да, общего русского государя с двором внутри. Это очень хорошо видно на новгородском, на примере Новгорода времен Ивана Третьего. Иван Третий, когда окончательно подчиняет Новгород, обратите внимание, мы занимаемся городом. Гратоустроительные аспекты истории удивительно интересны. Он говорит две вещи. Первое, я больше не князь, которого вы позвали и можете отозвать, а вы должны усвоить ту мысль, что я ваш природный государь по наследственному и божественному праву. Второй тезис, связанный с этим, тезис Ивана Третьего. И поэтому, говорит он, я не сяду на Рюриковом городище, отдайте мне Ярославово дворище, то есть место внутри города. То есть он превращает городскую черту в Кремль, он превращает город в аналог Кремля. Город с государевым двором внутри. Что делает Иван Грозный? Он охотно, принципиально садится на Рюриковом городище во время опречного погрома и начинает погром. То есть он говорит, я новый Рюрик. Это именно то, что он говорит и в Москве. Я больше не царь, я только князь. Я как Рюрик начинаю владевать своей землей заново из внешней крайней позиции. Внутри Москвы это внешняя крайняя позиция, второй холм, загородный. А в масштабе страны это можно представить вот так, где-нибудь. Рюриково городище Новгород. Край Рюриков, край земли. И вот этой архаики разделения между городом и государевым двором и соответствует опречный кризис. То есть опречный кризис это выход из царской стратегии обратно в княжескую. И ей соответствует распад Кремля как принципа. То есть государев двор исторгается из Кремля и выносится на другой холм. А почему это доказательство западничества Грозного? Да очень просто. Потому что вот эта оппозиция города и замка, которую у нас так ярко представляет Новгород, на западе законсервировалась. И с договором между городом и замком, городом и феодалом выведен, значит, весь этот демократический модерн. То есть это глубоко архаическая структура отношений, которую Русь изжила с Иваном Третьим. То есть западный город и западный замок – это антикремлевская структура. Грозный не только возвращается в предыдущее время, он еще и просто подсматривает это на Ливонском фронте. Он ведет войну за той чертой, за которой нет Кремлей. Да, он ведет войну там, где есть вот это архаическое отношение – город, замок. В Прибалтике, потом Литовский фронт открывается. Он видит это как актуальное состояние в городоустройствах. И реализует это здесь. То есть можно сказать и так, что обричный замок, но язык говорит нам не только обричный двор, язык сам говорит обричный замок. Это замок, а это город без государева двора. Государев двор порошен, опустил. Это западническая модель. Это модель западного ренессанса, предельно актуального состояния второй половины XVI столетия. Вот так я бы эту мысль опосновал. Очень коротко, можно было бы для меня. То есть абсолютно государь западник в этом смысле. Он разрушает, если одним словом, он разрушает принцип Кремля, который отличает наше городоустройство, следовательно, наше политическое устройство от западного. И это новая дипломатия? Ну, не совсем понимаю ваш вопрос. Нет, вы имеете в виду, что он мог уподавляться противнику. Чтобы противника победить, ему начинаешь уподавляться и наглубиться. Когда идет война, совершается поединок, и в приемах поединка один становится похож на другого. Да, в этом смысле страна, находящаяся в затяжной войне, в затяжной войне с 58-го года, в 64-м, срывается в обричный кризис, и градоустройство начинает напоминать западное. То есть градоустройство противника. В этом смысле это некая дипломатия. Просто взаимное уподавление. Такой странный диалог. Еще, пожалуйста. А вот Сухарева башня и Брюсова об этом писали в одной из своих статей. Они тоже как-то связаны с этой метафизикой Москвы? Это про Петра, это не про Брюсова. Сухарева башня здесь частный случай. Это тогда нам нужно рисовать снова отдельную карту, стерефа эту, и рисовать следующую опричневую. Я с удовольствием, но вы не выдержите. Конечно, Петровское яуза и Петровское бегство – это просто следующая фаза опричневой. Я могу пересчитать все фазы. Есть парадоксальная фаза Никоновская, например. Никоновская. Когда Никон развенчивается из патриархов и бежит с престола. Вот смотрите, что он делает. Развенчивается, бежит с престола, уходит в резиденцию и ждет делегацию. Это абсолютно грозненский жест. Для чего он ждет делегацию? Чтобы заключить новые условия своего возвращения. В чем разница с грозным? В том, что делегация не приходит. Проходят годы, и его не залагают. Но это психологический комплекс опричневому государину. В данном случае применительно к князь-церкви. Это я не на ваш вопрос отвечаю, а просто, чтобы не пропустить этапы. А потом возникает Петр, который, конечно, абсолютно опричневый. Он бросает круглую москву. Она уже гораздо больше. Это большой круг. Опять нужно воспроизвести принцип загородности. Создается загород, и в этом загороде есть цитадели. Даже не одна, но главное это преображенская. Загородная цитадель в таком обобщенном виде. Это вот и есть Петровская яуза. Петр бежит туда. Вся его психология, безусловно, опрична. Знаете, какое ключевое слово в определении царской опричной психологии? Эксцентрик. А что такое эксцентрик вне центра? Человек покинул центр. И его поведение эксцентрично. Так вот, опричный государь – это обязательно эксцентричный государь. Следующий пример – Павел. Что делает Павел? Павел делает Михайловский замок. То есть, что делает Петербург, как дитя Петровской яузы, то есть, как удавшийся опричный двор Москвы, будучи опричным по природе, начинает эту природу воспроизводить в себе. Начинает делиться в ядре. Возникает опричный замок. Возникают те же фобии. Павловские, вполне грозненские фобии. Возникает тот же опыт построения новой элиты. То это будут какие-то Иерусальи, эти самые рыцари мальтийские. Должна создаться альтернативная элита. Нужно копаться, вырыть ров и ждать беды. И нужно фронтировать против всего собрания аристократии. Развернуться против нее и показывать ей Кузькину мать. Вот это эксцентричное поведение, поведение опричного государя. Петр, о котором вы спросили, делал то же самое, но с наибольшим успехом. В нем очень много княжеского. Это заметил Соловьев Сергей Михайлович. Я просто напомню. Это именно не царское поведение. Во-первых, царь, который мечется по стране, это очень странная фигура для русской традиции. Вот как Иван Третий первый понял, что метаться больше не надо. Страна идет в руки. От Новгорода до Перми и до Чернигово. Во все стороны твои счастливые полководцы движутся. Куда тебе дергаться? Сиди и держи все нити. Это царская стратегия кремлевская. Когда государь начинает метание, он возвращается к ранней княжеской стратегии. Как говорит, по-моему, тоже Соловьев. Значит, древний князь должен связывать с собой, вот как иголка с ниточкой мечется, должен связывать с собой куски пространства. Вот какой-нибудь Мстислав удалой. Он начал в Торопце, а закончил в Галичи, допустим, под Карпатском. Или Мстислав храбрый. И не было края, который не хотел бы, чтобы Мстислав был его государем. Вот это метание, это Петровское метание, совершенно княжеское. Дальше альтернативная элита, очевидно. Значит, обрить, переодеть, оставить священство у бороды, то есть сравнить его с тузенным населением, со славянским, а свою новую элиту с новым варяжством. Всем пересесть на воду. Где нельзя двигаться водой, прорыть. Это варяжское поведение. Что должна делать княжеская дружина? Пить сильно. Она должна с государем много пить. Вот по таким признакам мы видим, и по-разному прочим. Мы видим, что это именно раннее княжеское поведение. Это опять вариант развенчания сцелей. Там много своих хитростей. Например, князь Кесарь – это кто такой? Это Малюта Скуратов или это Симеон Бекбулатович? Значит, он глава быточного двора и сыска, он Малюта Скуратов. Но князь Кесарь, ему челобитно и смиренно пишется от десятника Михайлова, то есть от бывшего Иванца Московского. И в этом смысле он Симеон Бекбулатович. Значит, Москва, которая в 16 веке видела обоих и как-то привыкла к тому, что это все-таки разные функции, вдруг видит, что это в одном лице. То есть провокация совершенно нетипичная новая. То есть там много оригинального. И даже последовательность, вот эта последовательность варяживания, варяжского поведения у Грозного не было, такой последовательности. Но много было безумств, чтобы вот еще так хотеть двигаться только водой. И если нет хода между доном и окой, значит, будем копать епифанские шлюзы, но по дороге не ездить. Но вот это варяжство. Будем грести теме. Чувство воды, желание грести. Или ходить под парус. То есть это гораздо последовательнее, чем Иван Васильевич. И возникает эта вторая Москва, Яловская, конечно, как опречная. И, конечно, она является трамплином Петербурга. Это простое сопоставление показывает, что Петербург – это удавшийся опречный двор Москвы. То есть буквально второй дополнительный двор, сложившийся вокруг замка беглого государя. Как-то так. А Сухарева башня – это просто веха, это меточка на границе этого пространства. На водоразделе Мещанская, Срединка, водораздел Неглинные Яузы. То есть явная грань, край. Очень интересный край. Потому что, например, Мещанская слобода, казалось бы, иноземческая. Но в действительности, ну, белорусы, пленные какие-то люди из Заднепровья 17 века. Это моментальная адаптация, да? Моментальная. И вот эта Мещанская слобода на Неглинном склоне. Вторая, третья, четвертая Мещанская, казалось бы, должна была бы прикипеть к Петровской Яузе, как иначе окрашенное пространство. Но этого не происходит. На гребне водораздела граница. Например, слева стояла церковь Эдриана и Наталья, а у нее представлено посвящение главного предела Петропавловской. В Петровской Яузе обязательно бы доминировало в народном употреблении Петропавловское посвящение. А здесь нет. То есть, как только, да, за проспект Мира вышли, Петропавловское посвящение не удерживается, будучи главным. Да? То есть, вот просто одна граница Сухарева башня стоит на этой границе. То есть, Неглиненский склон, Яузский склон. Вот это Петровская Яуза, Кобосманный. А можно вернуться к месту Алтонца? И, наверное, на физику этого места или так можно в самом современном базе? Ну, я не знаю, что здесь можно иметь в виду. Можно я объясню, пожалуйста, можно я это задаваю? Потому что у меня буквально вопрос, как бы на эту же тему сложился. Потому что мы когда делали исследования, иностранные специалисты, вот в частности, компания Яна Гейла, они очень отмечали то, что здесь есть три таких крупных узла, как-то транспортных, они сейчас транспортные, но не важно, пространство очень большое, это площадь Причистенские ворота, Воробинская площадь и Арбатская площадь, которые мешают людям попасть на эту территорию со всех сторон города. Она как бы замкнутая, эта территория. И они это чувствуют, они даже не знали собственной истории. то, что мы и знали, что здесь были фортификационные сооружения, что это очень так все. Но они это чувствовали интуитивно, условно говоря. Это первое, что почувствовали люди. Потом второе, то, что здесь чувствуется какая-то некая сцена, какой-то театральный такой аспект, что ты стоишь на сцене, вот вокруг храма Теста Спасителя, ты как бы в каком-то участвуешь действии. И третий такой аспект, который тоже имеет какие-то метафизические корни, и который хотелось бы послушать ваше мнение на эту тему, это то, что здесь без конца все как бы, ну, понятно, рушится, да, и на месте храма Теста Спасителя куда-то проваливается. Понятно, что там какие-то существуют апогрифы и все вот такие вещи, то здесь есть некая, как говорят, такая геопатогенная, что ли, как разлом, который туда все как-то проваливается. И причем это половина. А вот он ровно делит пополам территорию, где все цельненькое остается и где все ручно. Спасибо. Но я сразу скажу, что я не чувствую, что здесь рушится больше, чем где-то. Если говорить о геологии, то это геология, да? То, что можно объяснить без метафизики, надо объяснять без метафизики, потом начнется метафизика. Вот, поэтому, конечно, геология тяжелейшая. Вот, и в этом смысле все, если не рушится, то как-то дрожит. Дрожит и трещит. Это правда, это очень опасное место. Замкнутость особенная я тоже не чувствую. Понимаете, вот, удивительно сохранный усадебный мир, да. Назвать ли его замкнутым, более замкнутым, чем, скажем, на хитровке на Ивановской горке, где не было ворот на Воронцово-Поле, да, где образовался глухой угол, и в подглаголе на Воронцово-Поле не было ворот в крепости. Образовалось очень замкнутое пространство. То есть дело даже не в самой крепости, а в количестве ворот, да, и в их размещении. Не думаю, что Волхонка как-то более замкнута, чем другая часть бывшей крепостной территории. Что касается храма Христа Спасителя, вот я бы скорее шел отсюда, потому что храма Христа Спасителя – это, безусловно, сильнейшее проявление, да, того, о чем мы сегодня говорили, то, что можно было включить в наше рассмотрение эту фигуру, очень мощную, да, как-то так я ее совсем примитивно обозначу, очень мощная фигура – это потребность второго холма в соборном храме. То есть если дом Пашкова – это потребность второго холма в дворце, то это храм, соборный храм опричного холма, второго холма. Вот как-то так. Интеллигенция не очень чувствует его как свой, но это именно собор Арбата, собор интеллигентской стороны города. Топографически это так. Что он делает? Он, безусловно, усиливает раздвоение, деление между холмами, безусловно, усиливает. Ну, например, мы же видим, если мы встанем на каменном мосту, мы поймем, что дом сам своим дворцом заслоняет Успенский собор и переводит взгляд на храм Христа Спасителя. Дворец решен настолько монолитно, с таким превышением. Вот представители там вместе тот же самый дом Пашкова, о чем мы в шутку говорили, с его разновысокостью, с игрой переходов, фронтонов, двух- и трехэтажных, одноэтажных частей. Была бы гораздо более открытая структура, изумительно увязанная с соборной площадью. А так возникает трехэтажная ширма такая и взгляд переводится на произведение того же архитектора. Метафизически это Арбатский холм берет свое, продолжает брать свое. То есть это и вызов доминанте Ивану Великому. Вспомните учебники, когда Иван Великий рисуется в куполе, внутри высоты срабатывается. В храме Христа Спасителя стоит Иван Великий. Это и вызов Василию Блаженному, как образу народности, как образу самого такого, ну что ли, русского храма. Это и вызов Успенскому собору как кафедре, как главному храму страны, безусловно. Митрополит Филарет никак не знал, как здесь с этим справиться. Есть газетные такие записи, его проповеди очень интересные, если хотите, расскажу. Когда митрополит Филарет не совсем понимает, что же это. Вот у него есть Успенский собор, и как это теперь будет. И приводит Иерусалимскую параллель, очень интересно. Если хотите, потом могу процитировать. Таким образом, возвращение этого храма, безусловно, актуализирует это двоение. Опять с огромной силой Арбат потянул на себя. Да, конечно. Да, то есть Кремль был абсолютный доминант в этой части города. И перестал быть, снова стал, и снова перестал. Вот как-то так. Притом, потому что он понимает, проект на месте Дворца Советов предполагал полную победу этого холма над этим, да, над Дворец Советов. Полную победу. Причем это была совершенно капиталистская фигура, свадьба парламента с языческим алтарем, так вот я бы сказал, да. То есть антично-капиталистская фигура. Она не возникла. И в Риме есть своя полемика. Вот что интересно, да. И в Риме есть своя полемика. Капитолий приподнял себя памятником Викторе Мануилу. Это продолжение холма. Подиум, это продолжение холма. Наверху стоит эта штука, и Капитолий легче опознается в панорамах с Яниковой и с других мест. И это очень сравнимо с храмом Христа Спасителя по теме срыва масштаба и двойственного отношения и горожанам, да, так скажем, двойственного. Вот пишущую машинку там поставили. Это характерная, да, для определенного времени смена масштаба в подросшем городе, Капитолий, второй холм, ну или первый, как считать, себя поднимает. Здесь произошло то же самое. Вот поэтому самое актуальное в метафизическом развитии этого пространства сегодня это, конечно, возвращение храма по определению, в принципе. Вот на границе этого пространства, вот если говорить о том, что попадает на наш рисунок, есть еще вот эта долина, да, которую я соотнес с долиной форума. Это пространство, где совершается метафизическое развитие, безусловно. Но вот в каком смысле это долина форума? Напомню, да, как я понимаю форум. Форума – это бесполнада торжественного шествия, триумфального или сакрального, скользящего вдоль императорского холма в направлении цитаделей и алтаря Капитолия. В доле императора на Капитолии фигуры форума здесь абсолютно узнаваемые. Общественный периктор Манежа, храм Ротонда Татьяны, руина Грота Руины, триумфальная арка Александровского сада, курия, аристократическая колонная зал дворянского собрания с его годом, сама театратная площадь. То есть, по мере того, как развивалось классицистическое обустройство этого пространства, по мере того, как это пространство перестраивалось в традициях классицизма, форумное здесь сознавалось, еще больше сознавалось. Классицисты, конечно, сознают это пространство как форумное. В чем его сегодняшняя метафизика? Да в развитии. В развитии. Потому что вот эта манежная площадь, это проявление потребности в форуме, выраженное кривыми средствами современного искусства в кавычках. Вот эти квадриги, вот эта клоака, вот эти руины, вот эти, значит, пузыри земли, да, вот эти аркады, но это же форум. Вот к его услугам Маспроект 2. Форум сочинен в Маспроекте 2. Но потребности никуда не делось. Это пространство нельзя строить как какое-то иное его можно строить, только как форумное, как торжественное пространство между царским и республиканским холмом, между царским и аристократическим, между царским и интеллигентским в данном случае. Вот. Все, что сбивает эти оси, эти смыслы, да, все, что привносится в Александровские леса, на Манежную площадь, не относящегося к делу, оно, по идее, не жизнеспособное. Вот. Так что, вот, думаю, что эти точки развития, если говорить о развитии, метафизическом, они вот здесь сейчас, вокруг храма и вокруг Александровского сада. Как поместить в этот контекст развития Пушкинского музея, мне сложнее сказать. Разрушение воздействия, я пока не берусь объяснить, у меня ощущение, что это новый Арбат никак не закончит свою прокладку. Вот, да, то, что дом за домом, погибая на такой короткой улице, дом за домом. Это как будто вот движение нового Арбата дальше. Вот, ощущение, что даже не забудет и красные линии сталинские, не знаю. Не знаю. Ну и, конечно, и, конечно, университет в той мере, в какой, в какой он является цитаделью интеллигенции, да, и цитаделью вестернизированного образования, университет остается аппаричной фигурой. Он воспроизводит это, безусловно. Он воспроизводит контртрадицию. Он воспроизводит вестер. И то, что один из факультетов расположен просто на Опричном холме, да, это, на мой взгляд, тоже характерно. Это, понимаете, это новая цитадель Арбата, понимаемого уже как Арбата интеллигенции. Вот у Арбата интеллигенция, у него Арбата опричная, на опричный замок это университет. Вот так еще можно это истолковать. Это будет вполне по-федотовски, кстати, вполне по-веховски. Третьяковская галерея какое имеет метафизическое значение? Слушайте, ну я так щелкать все эти загадки не смогу, вы не думайте. Третьяковская галерея на старом месте или на новом? Ну давайте про одно. А? На старом? Нет, ответ есть, пожалуйста, если есть силы, то ответ есть. Значит, Третьяковская галерея демок на старом месте, на мой взгляд, демонстрирует то, о чем я сказал, когда вдруг заговорил о любовной мифологии. Есть пространство традиции и контртрадиции. Любовная мифология это только один проверочный материал. Проверочных материалов может быть много. Что маркирует контртрадицию? Что маркирует новое время? Иноземщины, инославия, лицедейство, западное просвещение, самые разные вещи. И вот в частности крупное культурное учреждение в Замоскворечье, крупный музейный комплекс оказывается экстерриторией. Я сейчас к вашей интуиции апеллирую, я не берусь это доказать словами. Это остров. Так же, как, например, на Таганке, если взять пример лицедейства, на плебейской Таганке, на цитадели традиции, театр на Таганке это остров. Или, например, на востоке Белого города, на Ивановской горке, которая, безусловно, где традиция побеждает, побеждает, к счастью, пока. Какая-то историческая библиотека это остров. Театр Современник это остров. Так же, как островами там являются инославные храмы. Чувствуете, да? А вот здесь, на Западе, это была бы органика. Историческая библиотека на Западе, театр Современник, театр на Таганке, и все прочее, Третьяковская галерея, были бы здесь частью вот этой органики. Это лицедейское пространство, очень связанное с опричной природой. Опричная лицедейская вещь. Театром здесь хорошо. Да? А вестернизированное пространство это пространство крупных просветительских учреждений, имея в виду под просвещением Западное просвещение. Разумеется, им здесь хорошо. То есть, Третьяковка старая показывает только от обратного доказывает природу в Замоскворечье, а на в Замоскворечье остров. Так же, как и филиал малого театра, казалось бы, Островский, ничего подобного. Филиал малого театра там остров. А вот очень интересно сказать про новую Третьяковку, потому что нам же надо размежевать ист и вест. Это вброс новой темы небольшой, но тем не менее, вот размежевать ист и вест, да, пространство вестернизации или контртрадиции, пространство традиции. Как оно межуется? По Москве реке между Арбатом и Замоскворечьем, да, между Ваххоткой и Замоскворечьем? Думаю, что нет. Рисовать уже не буду, но дом на набережной, дом правительства, но явно по-арбатски заряжен. Театр, театр эстрады, да, чего это вдруг правительство не на свой берег. Идем дальше на стрелку, видим палату Верки Кириллова, а нам говорят, а это палата Малюты Скуратов с 19 века, так и думают. Да, Московское археологическое общество культивировало эту легенду, сидя там. Палаты Малюты Скуратовы, это знак. Каким образом палаты опричного лидера оказываются на земском берегу, а макилы его найдены вот здесь, у похвалы Богородицы церкви? Это перехлест, перелет. То есть мы видим на нескольких примерах, что Арбатское перелетает на остров, по крайней мере на остров. Как это объяснить? Я себе это объяснил внезапно, в тексте и сама с Киньей на месте ведения Якова. То есть он даже некие три точки обозначает, которые можно соотносить с Воробьевыми горами, Волхонкой и Устинским собором. То есть он был в затруднении, но обосновывал это таким образом. Параллель Давид Соломон, она вообще очень традиционная. Владимир и Ярослав, например. Десятимная церковь София. Десятимная как Скиния, София как храм Соломонов. Эта параллель существует всегда. Покров на Нерли как храм Давидов, Андрей Боголюбский соотносится с Давидом в Борельефах и Дмитровский в Кремле как Соломонов. Всеволод Большой Ремездо соотносится с Соломонов в Борельефах например. То есть это параллель довольно постоянная русская традиция. В данном случае «Брат и брат» Александра Николаева были трактованы как Давид и Соломонов. Практически нарисован средневековый Париж. Почему Париж? Я понимаю, что острова нет, но это вот Ситерик в Кжири. Вот здесь нет. Не-не-не. Ну, да, в Париже тоже есть остров. Ориентация Рима. Из этого я могу эту тему я могу развить только в одну сторону. Париж как не Рим. Это огромный сюжет в культуре. Париж как профанация Рима. На этом строится повесть Гоголя. Рим, например. Париж как профанация. Можно сказать, что Париж как профанация третьего Рима. Вот так можно сказать. Но вот это понимание Рима как сакрального и Парижа как профанного традиционно даже для мне кажется западной культуры. Применить Париж к Москве я бы не решил. Но борьба парижского и римского в Москве происходит всегда. Когда в итальянских заведениях говорят латте вместо латте это побеждает Париж. Или когда говорят Жильорди или Виталия но Жильорди Мал кто говорит о Виталии многие говорят это борьба Парижа с римом. Но по Гоголю Лим побеждает. Ну что отпустим Рустама? Я видел еще но может быть приватно в порядке. Не надо рассчитывать задание на улицу. Я прошу буквально еще две минуты вашего внимания. Конечно спасибо огромное Рустам за интересный лекцию спасибо всем вам что вы пришли и за то что вы интересуетесь мероприятиями которые проводятся в рамках проекта Волхонка территория культуры мы хотим всех вас пригласить 10 июня в 6 часов на лекцию Сарбадо если Венеция умрет Буквально пару слов об этом человеке о том что он будет говорить интереснейшим человеке скажет историк искусства и архитектуры России и Италии и архитектуры и архитектуры и архитектуры и архитектуры и архитектуры он пытается спасти Тоскана пейзаж Тосканы где наверное вы бывали просто в отпуске может от загрязнения такого архитектурного плана это человек который много сделал для спасения Пизанской башни и сейчас он пытается спасти Венецию потому что есть такие очень серьезные угрозы и наверное вот об этом он будет говорить но я также хотела поблагодарить потому что в проекте территория культуры на участие Рустама очень очень приятная и нам очень это все нравится и еще хотела сказать что 17 июня у нас еще последнее наше мероприятие это вот презентация книги исследования которые провели здесь два года и о котором толкует та выставка которая в музее архитектуры вот совместный проект именно проект Белого города и музей архитектуры и вот хотелось еще вот мне очень приятно потому что иногда мне говорят о том москвичи не знают Москву не интересуются а этот вечер он говорит именно об обратном и это говорит о том что город живой культурно живой это очень здорово и мне особо приятно и вот мне приятно еще объявить о таких мероприятиях как удалить астронбатуры сетки как презентация книги вот книга которую составила Татьяна Тварева которая здесь сидит с нами так что вот это вот то что я хотела сказать и в заключение большое-большое вам спасибо мне было очень очень интересно аплодисменты первое время саконда это салам так мы закончили спасибо спасибо огромное если какие-то вопросы остались то пожалуйста аплодисменты спасибо 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 Продолжение следует...